мир всем и сегодня я хочу начать мою новую рубрику то есть сниму несколько роликов которые будут называться работа над ошибками эти ролики я сделаю по просьбе трудящихся и не только и это сам хотел уже поделиться опытом таким мы прожили пять лет в деревне пять лет назад я снимал ролики как я построил этот сарай и пришло время теперь поделиться опытом что я сделал не так что нужно было сделать немножко по-другому что я сделал правильно вот и начнем с первого значит сарай у меня каркасный каркас наполнитель из пенопласта это быстрый достаточно дешевый вариант то есть я подумал что это будет лучше и мы сделали в принципе нормально как вариант но наверное мы сильно торопились и почему-то сразу не учли этого момента не сделали что вот если например представить что это пенопласт мы накрутили железо сразу на пенопласт то есть этого делать нельзя было нужно было сделать контур обрешетку то есть брусочек какой-то пароизоляция брусочек и потом только прикручивать железо чтобы было было воздушное пространство это обязательно значит теперь у меня предстоит новая работа чтобы заново все переделывать деваться некуда придется переделать я просто за все эти получается четыре года как я сделал сарай ну пока руки не доходили дом строил я думаю что постепенно может быть с этого года я начну перекручивать заново железо вот это обязательно второй момент окна окна значит сразу когда ты планируешь сделать сарай надо собственно я тоже сделал какой-то план и естественно план сарая просто как очертание периметр и обязательно ну постараться хотя бы предварительно как-то распланировать что будет внутри что и где потому что вот например вот эта сторона у нас как сказать это так если юг там южная сторона вот практически юго-запад примерно значит это солнечная сторона где солнце больше кур у меня здесь получилось что кур и кур я сделал на восточной стороне солнце встало немножко посветило и ушло туда и все вот для кур это очень важно чтобы было солнце что было больше света даже когда я включаю искусственный свет ну как везде рекомендуют да если света зимний период не хватает то есть ну все равно это искусственный свет хотя можно тоже им воспользоваться но лучше запланировать так чтобы куры у тебя были солнечной стороны соответственно больше окошек там и а например те же свиньи могли бы себе преспокойно бы жить и с восточной стороны что касается окон я их сделал из сотого поликарбоната это то что применяется на теплицах сделал как бы стеклопакетом из двух два слоя в общем чтобы я изменил я бы сделал бы минимум три слоя 4 это было вообще наверно круто поэтому я этот момент тоже буду не переделывать но доделывать обязательно потому что точка росы у меня получается как бы слишком близко на этой стороне то есть окна тихут маловато вот надо бы больше это рассили тому что просто застеклить окошко одним стеклышком вот естественно все это будет течь третий момент который нужно доработать вот не исправить а доработать значит это вентиляция сарай из пенопласта пенопласт это как термос соответственно животные они выделяют влагу определенную создают тепло на это как бы все было рассчитано вот но этой влаги много соответственно очень повышенная влажность в сарае я в этом году поставил принудительную вытяжку она помогает но не настолько принудительная вытяжка там по моему 240 кубов в час у вентилятора он у меня крутит значит ежесуточно круглосуточно я даже установил реле для того чтобы запрограммировать чтобы он включался выключался потом понял что реле здесь лишнее потому что он должен крутить значит круглосуточно он там потребляет 10 ватт то есть не страшно но получается все это можно посчитать я просто ну где-то в интернете найти да какая должна быть вытяжка по объему сколько должно быть и обязательно места ну как это правильно сказать втяжка что ли вот воздух когда должен заходить свежий с улицы у меня одна труба 150 по всей видимости ее мало наверно надо еще где-то сделать чтобы воздух как-то больше заходил ну и выходим соответственно влажность будет меньше это третий момент значит четвертый момент который у меня слава богу пока нормально то есть пенопластовый сарай здесь какое переживание то что заведутся мыши какие-то грузуны там крысы не знаю с наружной стороны у меня железо понятно по периметру всего сара идет юбка такая тоже из железа как она оцинкованное железо мы нагнули специальный уголочек то есть там попадание невозможно с этой стороны он у меня обшит деревом и по низу идет тоже юбка железная там я не знаю 20-30 сантиметров это тут уже кто как в общем я сделал хотя при большом желании мышь все равно может пробраться потом по каким-нибудь постройкам ну слава богу мышей не наблюдал у нас тут кошки и даже если что-то можно вот надо все с умом делать там где-то может быть отраву насыпать только что куры потом в общем с умом все делать значит это четвертый момент вентиляцию я уже сказал свет расположение построек всех то есть надо делать наиболее эффективно чтобы было потом удобно например козы там заносить сено ну вот как бы сделал да сейчас думаю что как-то бы немножко бы по-другому на это опыт если у тебя опыта нет ты естественно ну сделаешь как ты себе это представляешь собственно как я себе это представлял вот а потом уже потом уже начнешь понимать что где-то что-то не так поудобнее было бы принципе удобно но хотелось бы наверное еще бы из из положительных моментов которые я сделал правильно значит это вода я делился своих видео раньше что вот я установил кубовый бак это очень хорошо воду набрал для моего хозяйства хватает ну я не знаю там на пол месяца там около месяца это очень хорошо набрал значит я еще сделал поилки воду развел везде то есть у меня поилки ниппельные поилки у кур поилки у косу всех это очень удобно это экономит время это и для скотины хорошо всегда свежая вода в круглосуточном доступе что для них как бы очень важно тем более для кур тоже для их яйценоскости это очень хорошо это положительный момент который я сделал правильно значит еще хороший момент когда я делал сарай естественно в проекте предполагалось что будет вот это вот коридор как взлетка я его сделаю пол бетоном залью вот но поскольку изначально значит когда ты делаешь времени мало очень мало ресурсы тоже уходит более куда-то важные значит моменты там дом строили вот поэтому было предложение просто кинуть сюда доски вот обычные доски какие-то я ношу когда тут ломал старую сарайку вот они были не совсем днилые то есть нормальные доски я их кинул и в принципе уже не знаю года три там наверно да если старая четыре года три вот я хожу по ним то есть до этого была земля как бы земля это грязь сырость все это не очень вот а тут доски вот даже сейчас я сено разнес сейчас я подмету все и тут будет все опять чистенько вот это хороший момент то есть потом доски сгниют когда-то и там может быть у меня к тому времени уже появится возможность залить бетоном как я и хотел с самого начала ну на этот момент в этом ролике я рассказал основные моменты которые как бы более видимые потом следующих роликах я буду еще обязательно делиться это такая хорошая рубрика то есть это мой анализ анализ того что я сделал какие у меня были ошибки я думаю это будет очень полезно для тех кто хочет переехать на землю либо уже переехал и только начнет строится я прожил пять лет и у меня маленький опыт есть по крайней мере уже что-то можно рассказать и поделиться эта рубрика работа над ошибками и в следующем выпуске я вам расскажу про гнезда для яиц вот как я их сделал для того чтобы яйца выкатывались эффективно это неэффективно как это получилось у меня и как бы я сделал бы сейчас всего доброго до новых встреч если вам понравился этот ролик и ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного